Дай почитать. Автор – современный английский художник, мастер гончарного дела, писатель Эдмунд Деваль. Он получил прекрасное образование и в Великобритании, и в Японии. Изготавливает уникальную керамику – фарфор с глазурью цвета морской волны. Увлечение модернизмом, любовь к японской керамике привели его к мысли материальной встречи Востока и Запада в фарфоре. В 2010 году он написал своеобразные семейные мемуары «Заяц с янтарными глазами. Скрытое наследство». Они объединяются сюжетной линией. Это истории, приключившиеся с коллекцией из 264 японских НЭЦК. Кстати, «Заяц» существует, как и коллекция, и был выставлен в 2016 году в историко-художественном музее в Вене. В одной из последних главок автор книги приезжает в Одессу родной город семьи Эфруси. Именно здесь родились и его прапрадед, и прадед Виктор, и богатый предок Шарль Эфруси. Именно он покупал, подавшись моде на все японское, не только 33 лакированных шкатулки, но и сразу 264 фигурки НЭЦК и специальный шкаф-витрину зеркальной задней стенки. А в 1899 году решает подарить витрину с коллекцией молодоженам. Так НЭЦК попадают в Вену и оседают в гардеробной молодой жены. Но нацисты отобрали у богатой еврейской семьи банкиров Эфруси, прочно обосновавшейся в Вене, Лондоне, Париже все, но вот НЭЦК их не заинтересовали. И домработница Анна сумела вынести всю коллекцию и спрятать у себя дома, а после войны вернула эту коллекцию бабушке-писателе. А ИГИ, обосновавшийся в Токио, передаст коллекцию в наследство Эдмуну де Ваалю. Это книга о многих судьбах, историях и вещах. Ведь у истории и вещей есть нечто общее, покрывающее их патина. 16+. Дай почитать.